Теперь пришло время сделать оживить персонажа за счет какой-то интерактивности. Потому что здесь интерактивности никакой нет. Теперь нужно сделать что-то более осмысленное, чем просто набор анимаций. Линейный. Я сделаю новый Ctrl. Вместо того, чтобы удалять и чистить, лучше сделать новый. Правой кнопкой мышки на папочке нажимаем Create Animator Controller Назову его просто F Ctrl Вот так. Теперь его нужно подставить вместо вот этого вот сюда. И он автоматически здесь воспроизведется. Вот все. Мы его автоматически видим. Потому что Auto Link Auto Leaf Link у нас здесь вот включен. Потом я немножко, наверное, перекомпоную окошки. Вот такую вот форму сделаю. Потому что здесь и так видно, что происходит с персонажем. Основная работа осуществляется в аниматоре. Вот. Всегда будет Any State. Некое любое состояние, из которого можно из любого состояния воспроизводить какую-то анимацию. Оно будет всегда здесь болтаться. Не важно. Теперь первое, что я сделаю, это размещу здесь Create State, Empty, New State. Он пустой сейчас. Ничего нет. Никакого движения здесь нет. Позовую Idle. 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 Это условное обозначение статичной позы какой-то стартового состояния, когда просто персонаж стоит как истуканчик, как Идол. Теперь подгружаю движения. И это будет в моих анимациях. Вот они помечены. Fighter, потому что тут еще и целая куча анимаций мокаповых. Поэтому я выбираю Fighter Idle. Все. Вот оно у меня здесь в слот анимации попадает. Сразу выставляю Foot.Ik. Foot.Ik. И теперь, если его воспроизвести, нажать Play. Все. персонаж теперь стоит в статичном состоянии. Вот он просто дышит. Теперь нужно создать переход к движениям. И сначала создаем сам стек, в котором будут находиться движения. движения. Причем движения вперед, ну и направо, налево, бег и ходьба. Правой кнопкой мышкой щелкаем. Create State Empty. Пустой State. Назовем его Forward Forward Motions. Forward Motions. Движение вперед. стейт. Правой кнопкой на него нажимаем. Мы сюда не будем помещать никакую анимацию, как стандартно в стейты помещается какая-то анимация. Выбираем этот стейт пустой. Правой кнопкой на него жмем и говорим Create New Blend Tree in State. То есть создать новое древо смешиваний стейта внутри этого стейта. Теперь если дважды щелкнуть на этот стейт, мы оказываемся внутри него. То есть он является контейнером, в котором можно содержать еще ветвление каких-то других движений. Что это такое? Вот у нас есть BaseLayer. Мы можем сюда перейти обратно на базовый слой BaseLayer. У нас сейчас только один слой. Вот он. Мы можем развернуть, посмотреть. Мы можем его переименовать, можем переименовывать и так далее. И двойным щелчком мы заходим внутрь стейта и вот нам показано, что мы внутри стейта находимся самого. Теперь у нас тут Blend 3 образовался. Blend смешивает 3 дерева. то есть ветвление смешивания. И выбрав этот Blend 3, в инспекторе смотрим Blend тип 1D. У нас есть еще разные такие вариации, 2D Form, Directional и так далее. Мы используем 1D. То есть одномерный тип смешивания. Это более такие сложные, специфичные. параметров у нас никаких нет и лист у нас пустой. То есть ничего содержимого сейчас нет. И самое время добавить содержимое. Поскольку у нас есть движение вперед, 2 это ходьба и бег. Соответственно нам нужно создать две ветки. Это для ходьбы и для бега заранее. То есть можно использовать только ходьбу или только бег. Только какое-то одно движение вперед. Но мы создадим сразу два ветвления. Нажимаем здесь Motion плюсик и варианты выбора. От Motion Field то есть добавить движение которое будут смешиваться или New Blend 3. И мы добавляем новое дерево смешивания. Вот у нас еще одно добавилось. И добавляем второе дерево New Blend 3. То есть выбрав какой-то мы можем ветвить их создавать какое-то разветвление очень большого количества смешивания каких-то самых разнообразных анимаций. Ну к примеру если мы используем не гуманоид а генерик и у анимации то мы можем выставить некие параметры когда как персонаж будет реагировать. Он будет воспроизводить какие-то эмоции причем довольно довольно как бы сказать тщательные даже разделенные то есть эмоции только нижней части рта глаз бровей и так далее. То есть анимация может быть очень сложной. Мы пока делаем очень простые какие-то вещи. Теперь каждый из этих блендов нужно как-то назвать. Вот мы в корневой заходим и у нас здесь образуется такой кросс фейд то есть из одного и в другой. Как происходит смешивание? Смешивание происходит кросс фейдом здесь во всех случаях. И вот они эти два дерева новых так вот я выбираю это деревцо называю его валк оно переименовывается второе называю ран теперь у меня бленд три ветвица либо это будет валк либо ран и вот оно смешивание сейчас вот таким образом у них у всех только один слайдер здесь работает смешивание и все потому что нам нечего смешивать нет параметров теперь идем в корневой у нас есть валк и ран как мы их там меняем местами это несущественно главное что мы видим как вот если выделить они смешиваются и есть некое состояние 0 вот так и 1 вот здесь можно циферки менять если отключить Automate Threshold то можно менять состояние здесь плюс еще есть вариант тут различные всякие того как рассчитывать этот threshold ну в принципе вот он даже если золочен мы можем вот здесь менять это несущественно потом есть скорость воспроизведения движения и возможность зеркалировать движение вот здесь на уровне самого волка здесь могут быть мошен и движение уже и идем в следующий вот волк в частности и добавляем сюда уже мошен филды куда будет анимация попадать вот сейчас один а отмошен филд второй и третий три ну стандартно три потому что идет вперед идет влево идет вправо все они точно так же могут перемещаться туда-сюда все то же самое параметра нет и теперь нужно сюда положить анимации вот здесь есть такой маленький кружочек и выпадает окошко select motion здесь я выбираю поскольку это волк я выбираю волк вот теперь здесь есть движение вот и вот здесь видно точно так же можно например выбрать вот здесь например волк left берем из файла сам клип анимационный и тащим его сюда вот второй способ вот как вам удобно так и используйте как вам кажется удобнее всего волк left и волк right я помещу движение вот здесь вот по центру движение прямо направление прямо и left right сверху снизу теперь нужно выставить смешивание вот например left это в отрицательную сторону значит 0 здесь отключаю automatic thresholds минус 1 в левую сторону центральная 0 и вот эти пики меняются здесь есть способ просматривать смешивание сразу в превью видно как смешивание происходит и можно двигать также и пики но это нужно делать очень аккуратно чтобы пики не сдвинуть вот в таком виде должно быть и теперь можно смотреть как смешивание происходит вот оно смешивание происходит между тем в какую сторону он поворачивается а теперь если я включу анимацию можно смотреть как происходит смешивание так вот сейчас настрою окошко чтобы удобнее было смотреть так чуть побольше все очень криво воспроизводится нужно фиксить сами анимации как это сделать волк выбираем fighter волк смотрим что тут имеется я отключу root transform rotation для bake into pose и оставлю здесь body orientation это раз затем ну нужно подправить offset там чуть-чуть average velocity вот так до нуля все аккуратненько подправил теперь волк left движение налево смотрим как оно воспроизводится вот он идет по кругу предварительно во втором разделе в конце есть видео где показано как сделать движение по кругу вот он идет у меня по кругу здесь восемь шагов на самом деле у меня движение волк оно использует только два шага раз два всего 32 кадра следовательно и мне нужно ограничить движение left тоже сделать 32 кадра и точно так же отключить root transform rotation body orientation я оставляю вместо original я оставляю body orientation вот так а вероятность велосити в данном случае можно игнорировать потому что он все равно поворачивается и это верно он должен поворачиваться а вот количество кадров я ограничиваю до 32 то есть чтобы у меня точно так же было только два шага движение это по сути идентично я их делал из валка так что он теперь совершает только два шага все и вот на правой ноге он остается теперь смотрим как это выглядит и он все равно идет по кругу потому что движение циклится и всякий раз он начинает каждый следующий шаг от положения предыдущего то что вот в мае с клипами называется Relative относительное перемещение вместо абсолютного то же самое здесь есть Loop Pose и он с этой позы начинает двигаться и Root Transform Rotation Body Orientation он с этого положения идет Loop Match здесь игнорируем то есть здесь не должно быть цикла в чистом виде так делаем Apply соглашаемся с изменениями и то же самое для Fighter Walk Right отключаем Root Transform Rotation Basit Upon Body Orientation должно быть и делаем 32 кадра ограничиваем Apply точно так же два шага будет совершать но уже в левую сторону все теперь смотрим мы произвели изменения теперь можно снова выделить Blend 3 включить просмотр и начать вот так вот смешивать вот так минус 1 он включает перемещение Walk Left ближе к 0 он идет по центру идет прямо вот так приблизительно то есть туда сюда чуть-чуть но он идет прямо и ближе к 1 он начинает идти направо при этом движение смешиваются очень хорошо потому что исходник шага он идентичен и обошелся без мукапа обычно везде показывают то как используют мукап данные а почему я здесь вот так заостряюсь именно на ручной анимации на хендмейдной потому что не всегда анимации мукапа подходят для персонажа то есть это может быть какой-то очень специфичный персонаж который должен двигаться очень специфично например толстяк вот он толстяк он очень грустно должен перемещаться как-то очень специфично характер его должен быть выражен или например это старый человек который еле двигается и уже мукапы эти не подойдут то есть все мукапы которые имеются вот эти раунд дата персонажи не могут двигаться идентично поэтому когда показывают ретаргетинг персонажей с этими мукапами это выглядит не совсем корректно то есть все персонажи даже если это игра они не могут двигаться идентичным образом нужна какая-то специфика поэтому либо эти мукап данные нужно править и все равно отправлять в юнити через маю то есть через редактировать их нужно чистить эти мукапы либо создавать какую-то хендмейт анимацию как в данном случае я воспроизвел здесь все теперь дальше у нас смешиваются волки теперь то же самое нужно сделать для ран анимации ран создаем уже для этого заветвления смешивания добавляем мошен филда точно так же три штуки от мошен филд и выбираем здесь файтер раун форвард файтер раун лэфт и файтер раун 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 файтер форвард должен быть по центру как и в случае с ходьбой вот у нас идентичные два витвления только для вот так я их поменяю чтобы так раун раун 2 оказалось плохо раун лэфт вот теперь вот так все правильно смотрим чтобы было идентично лэфт 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 и точно так же отключаем автоматик трэшоу ставим для форварда для бега напрямую 0 а поворот налево минус 1 и смотрим смотрим как это выглядит опять то же самое для бега нужно отредактировать анимацию бега волк ран форвард выбираем смотрим все ли здесь в порядке отключаем боди ориентейшн остается смотрим что там в ангуляр в оверанш велосити и чуть-чуть подправляем до нуля чтобы был ноль вот так почти попал чуть-чуть немножко не попадаю но оставлю приблизительно так теперь смотрим сколько здесь 20 кадров анимация бега 20 кадров аплай значит нужно применить то же самое run left тоже должно быть 20 кадров чтобы полное совпадение было ограничиваем анимацию отключаем bake into pose для root transform rotation body orientation выставляем здесь я их все под одну гребенку здесь подряд все анимации откорректировал заранее выставил там аватар и так далее поэтому теперь нужно чуть-чуть подправлять apply и run right вместо 77 20 кадров body orientation apply теперь смотрим идем обратно в run теперь вот так он бежит и поворачивает налево поворачивает направо бежит прямо чуть-чуть наклоняется для компенсации бега все смешивание есть теперь нужно определить какими параметрами будет происходить управление смешивания вот это как раз интерактивность то есть мы можем смешивать анимации вот здесь внизу в аниматоре в окошке аниматора есть вкладочка параметр создам плюсик нажимаем на плюсик добавляем параметр тип параметра float с плавающей запятой int integer цельное число boolean это флажок то есть два состояния true или false и триггер нам нужен float вектора у нас идут с флотом значит это флот будет direction и speed второй флот так direction это направление speed это скорость то есть два параметра мы создали теперь берем волк берем точнее вот корневое blend 3 и теперь выставляем здесь параметр вот что определяет смешивание это скорость перемещения персонажа волк соответственно медленнее run быстрее и здесь параметр определяем speed скорость этот параметр будет управлять смешиванием то есть каков параметр настолько и смешивание происходит переключается либо на волк либо на run ну и соответственно волк ближе к нулю и run 1 получается так вот теперь мы смотрим speed вот он смешивает если включаем здесь preview идет увеличиваем скорость он начинает бежать при этом происходит очень плавное смешивание то есть он очень плавно переходит с ходьбы на бег и обратно сбега на ходьбу для валка и run деревья смешивания соответственно смешивание происходит по направлению значит параметр должен быть direction вот он здесь автоматически подставился и у run и у валк это параметр direction направление вот смотрим у валка он автоматически подставляется нужно переключиться чтобы он действительно место свое занял вот он теперь место свое занял здесь и здесь тоже нужно переключиться speed direction вот теперь здесь direction здесь speed и blend у нас просто слайдер убрался смотрим смотрим включаем увеличиваем speed скорость а здесь мы смотрим только валк вот direction идет в одну сторону идет в другую сторону следовательно если у нас параметры эти меняются то они определяют смешивание теперь это либо direction либо speed и персонаж может ускоряться замедляться и может менять направление при этом оба эти параметра работают одновременно одномоментно вот эти названия параметров очень важны потому что в скрипте управление которое собственно будет передавать управление с инпутов с клавиатуры с мыши с джойстика с геймпада либо еще каких-то других устройств будет передавать данные об изменении этого состояния через скрипт вот сюда аниматору соответственно здесь оно будет меняться то есть здесь сейчас вручную нет не предусмотрено изменение вручную потому что предполагается что вот как раз эти параметры будут из скрипта управляться следовательно в аниматоре скрипт будет видеть насквозь аниматора и будет отдавать данные direction и speed скорости любые которые мы сюда добавим параметры теперь отправляемся обратно в базовый слой base layer вот у нас здесь есть forward motion где содержатся все эти смешивания не забываем тут foot ik выставить вот так и теперь нужно смешать нужно из айдла сделать transition правой кнопкой мышки make transition и forward motion отправляем и точно так же из forward motion make transition в айдл и теперь нужно определить при каких условиях персонаж будет из стоячего положения переходить в идущие или бегущие это определяет transition вот как раз transition здесь главенствующую роль и играют то есть не сами анимации с анимациями все понятно просто движется и все а вот transition они как раз определяют когда анимации смешиваются поэтому механик вот эти transition переходы они имеют главенствующую роль вот у нас здесь есть atomic средства управления смешиванием и transition когда создается по умолчанию у него есть exit time то есть время выхода через какое время будет происходить выход из текущего состояния например idle работает и через 0.87 происходит переход в forward motion он проигрывается какое-то время и через это время через 0.70 происходит плавный переход crossfade из forward short motion vital здесь вот как мы уже смотрели можно видеть как происходит этот переход как происходит смешивание и регулировать его чтобы наиболее каким-то приемлемым образом это происходило вот вот так как-то смешиваем и можно смотреть то есть можно очень очень тщательно точно подогнать смешивание как в монтажной программе или как в Trax Editor при смешивании двух клипов так вот в стоячем положении его скорость равна нулю потому что он стоит никуда не движется и никакие то есть если мы не нажимаем никакие кнопки вперед назад двигаться он остается в нейтральном положении в нуле следовательно вот этот transition переход из стоячего состояния то есть speed равен нулю скорость в каком случае должно существоваться мы меняем exit time на speed скорость и указываем что скорость в случае если скорость speed greater больше greater больше чем 0.1 такое очень маленькое значение то в этом случае будет осуществляться переход и точно так же наоборот если скорость персонажа падает speed скорость падает меньше less than то есть меньше чем 0.1 то в этом случае он просто встает на месте если скорость настолько минимальная что он уже почти как бы не идет то он просто должен тогда стоять и он просто переходит в стоячее состояние и опять же можно отрегулировать вот как он из состояния ходьбы просто встает на месте вот такой вот плавненький переход пошел и встал все и у меня есть также анимация ходьбы назад то есть он идет только вперед как танк но существуют какие-то обстоятельства при которых персонаж должен отойти назад назад бежать ему незачем но вот отойти назад он в принципе может вполне поэтому нужно создать новый стейт правой кнопкой create state empty пустой правой кнопкой щелкаем по нему create new blend tree in state создать новое дерево ветвления внутри стейта сам стейт мы называем backward motions backward motions движение назад заходим внутрь дважды щелкаем вот у нас есть blend 3 оно ветвиться у нас не будет потому что нету анимации бега назад поэтому мы выделяем blend 3 это будет direction потому что нам нечего смешивать со скоростью то есть предполагается что скорость у нас какая-то постоянная при которой он перемещается назад и указываем что это будет direction вот он direction и добавляем три движения от motion field field это поле motion движение поле для того чтобы движение там было и добавляем туда fighter walk backward backward left и backward right о том как реверсирует движение назад то есть я использовал анимацию тех же самых движений что и ходьба вперед просто реверсировал ключи это во втором разделе там последний урок там показано как это сделать реверснуть ключи при помощи допиши это теперь я помещу вот сюда left это скорость можно вот здесь сделать минус 1 анимация ходьбы налево соответственно left минус 1 backward right 1 и walk так backward 0 теперь ну вот в принципе можно посмотреть вот он идет назад смешивание вот то же самое то же самое нужно отредактировать смешивание отредактировать сами анимации выбираем backward 32 кадра это это нормально body orientation это нормально чуть-чуть подправлю немножечко вот так почти в ноль попал вот так почти в ноль попал все попал average velocity apply и соответственно backward left вот отключаем root transform rotation body orientation остается и 32 кадра мне нужно сделать 32 apply и right тоже самое 32 рейт и рейт 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 потому что он так и должен назад идти. Теперь смотрим снова. Анимацию исправили. Вот так. Теперь нормально идет назад. Все в порядке. Идем обратно в BaseLayer и делаем смешивание. Выбираем Idle, правой кнопкой мышки, MakeTransition, сделать переход в Backward Motion и из Backward Motion MakeTransition в Idle. Стоящее положение. И Transition, перемещение. В каком случае он будет двигаться назад? В случае, если скорость скорость меньше less чем 0.1 причем минус 0.1 потому что он идет назад в отрицательную сторону. Вот так. Если скорость меньше чем минус 0.1 отрицательное значение то он начинает идти задом наперед. Если скорость спеет больше greater больше чем минус 0.1 в этом случае он останавливается. Будет считаться, что он стоит. Но если быстрое переключение будет происходить, то он будет сразу начинать двигаться вперед и идти. То есть будет миновать Idle побыстрее. Это тоже опять же определяется смешиванием. Можно посмотреть как он из Backward встает. Хоп! Встал. Все. То же самое не забываем Foot.Ik выставить. И обратно. Из ходьбы из состояния стоит идет назад. Все. На этом этапе персонаж уже почти готов. В него нужно вдохнуть жизнь. То есть интерактивность. а жизнь в него вдыхается через несколько строчек кода. Всего несколько строчек кода. И мы сможем им управлять. Соответственно чтобы сделать скрипт выбираем папочку в которой будет этот скрипт находиться. Правой кнопкой мышки нажимаем Create C Sharp Script. Вот это C решеточка скрипт. Это скрипт на языке C Sharp. В этом курсе я в первый раз показываю написание скрипта. Поэтому может получиться так что вы либо уже писали скрипты и знаете синтакси с Sharp. Либо может быть вы об этом вообще ничего не слышали и уже знакомы например с 3D или вообще ни с чем с этим не знакомы и никогда не связывались с программированием. это абсолютно не беда. То есть в принципе ничего сложного сейчас не будет пугаться не стоит. Вот здесь появился C Sharp Script у него название New Behavior Script и пока название не изменено то сейчас мы можем сразу поменять название это очень важно. Нам нужно сразу что-то написать. Я напишу здесь персонаж control название может быть любым главное чтобы вы сами поняли что это за скрипт и потом смогли через какое-то время определить для чего же он был сделан то есть название типа 123 или там какой-то терабарщин лучше не писать потом сами же забудете и не поймете что это для чего это нужно. Нажимаем Enter и как только мы нажимаем Enter ввода названия в инспекторе мы увидим содержимое этого скрипта что у него внутри находится. Если мы выделяем этот элемент в инспекторе мы видим там в текстовом виде что там есть используется Using что используется библиотека Unity Engine некая внешняя библиотека где собраны классы Unity и используется System Collection системная библиотека также автоматически подставляется публичный класс и его название персонаж control тот которое название мы дали поэтому очень важно сразу при создании скрипта писать название для него потому что оно автоматически добавляется как паблик класс публичный класс который видится для других скриптов снаружи извиня Mono Behavior всегда автоматически подставляется и в фигурных скобках содержимое самого скрипта фигурная скобка открывается фигурная скобка в конце закрывается все содержимое скрипта находится внутри воспроизводится и по умолчанию подставляются еще два пустых класса точнее метода два пустых метода void пустой и это метод старт и метод апдейт и даже тут подписано через двойной слэш можно писать комментарии которые не воспроизводятся как код они нужны для того чтобы либо закрыть какой-то кусок кода либо написать что-то пояснение какое-то для кода что это такое зачем это нужно и здесь вот пояснение use with for initialization то есть как только мы запускаем приложение нажимаем play у нас все что внутри старта находится void старт пустой класс в скобочках у него ничего нет он пустой и как только приложение стартует исполняется все что находится внутри фигурных скобочек что бы там не было и также есть update из colored once per frame то есть обновление update это обновление вызывается единожды каждый кадр то есть сколько кадров в секунду у нас обрабатывается вот например здесь в статистике game stats и 200 fps сейчас то есть 200 кадров в секунду так вот этот код в апдейте пустой метод update скобочки здесь пусто метод пустой скобочки открываются все что внутри фигурных скобок здесь будет оно вызывается каждый кадр поэтому этот метод здорово сажает fps чем больше там каких-то вычислений происходит внутри апдейта тем ниже снижается fps вот причина того почему fps снижается из-за скриптов то есть снижается за счет графики шейдер рассчитывает всякие вот эти вот отрисовку каждый кадр плюс еще нагрузка идет в апдейте поэтому fps вот здорово сядет с 200 до скольки то там до какого-то значения ну лучше держать что-то в пределах 80 100 когда fps садится до 60 это уже критическое значение если он садится меньше ниже 60 это уже автунг нужно срочно оптимизировать чтобы fps поднялся больше 60 то есть 60 это нижнее критичное значение в пределах 80 100 это допустимо выше 100 бывает очень редко если графика из кубиков состоит так и открываем скрипт двойным щелчком жмем на него щелкаем и у вас откроется моно девелоп вот и содержимое этого скрипта using system.agent system.collections публичный класс как мы его назвали исполняемый скрипт монобехейвор все что внутри этого скрипта и два пустых метода итак кстати вот еще сразу такое небольшое отступление здесь в рамках этого курса я тоже об этом не говорил в edit preferences можно выбрать external tools и external script editor то есть вот при помощи чего можно писать скрипт вот сейчас стоит по умолчанию монодевелоп вот у меня еще есть Xamarin studio notepad plus plus удобная штука и microsoft visual studio express еще и еще можно добавлять какие-то ну по умолчанию будем монодевелопом он стоит по умолчанию монодевелоп это некий редактор скриптовый вот так он выглядит и он идет ой он идет с юнити в комплекте поэтому лучше всего им пользоваться программисты вообще любят все-таки визуал студии пользоваться но я использую то что есть монодевелоп неудобнее кажется всего хотя он в новой версии он чуть-чуть видоизменился первое что нужно сделать это после сразу после монобехейвера в самом верху до исполняемых методов опубликовать некий защищенный класс то есть пишем protected защищенный аниматор вот сразу выпадает аниматор и он у нас будет то же самое пишем но пишем маленькими буквами с маленькой а шарп довольно чувствителен к верхнему регистру к верхнему регистру букв поэтому теперь получается так что это такое зачем это нужно у нас у персонажа вот в корне в самом корневом объекте персонажа есть компонент аниматор где собственно находится контроллер так вот скрипт должен обращаться к этому контроллеру и для того чтобы скрипт мог к нему обращаться нам нужно опубликовать этот класс этот компонент нам нужно из скрипта обращаться к компоненту поэтому мы говорим что вот этот аниматор вот как мы его называем аниматор и теперь при старте приложения мы его должны инициализировать мы берем уже теперь вот это опубликованную нашу переменную переменную аниматор подставляем она может называться как угодно аватар бывает где-то анимейшн аним просто то есть вы можете написать здесь все что угодно главное что при помощи вот этой переменной мы обращаемся к компоненту аниматор пишем здесь аниматор и присваиваем ему равно ставим get компонент вот он сразу выпадает public компонент get компонент system type type get компонент взять компонент и ставим треугольные скобочки закрываем простыми скобочками и ставим конец строки закрываем строку внутри треугольных скобочек мы должны подставить аниматор то есть что это означает это означает что при запуске приложения при его инициализации мы присваиваем вот этой вот protected защищенной переменной аниматору берем get компонент аниматор то есть у объекта на который присвоен этот скрипт автоматически будет происходить поиск компонента аниматор и он будет добавлен вот сюда в эту переменную теперь мы можем обращаться непосредственно через эту переменную к аниматору ко всему содержимому что будет в контроле значит соответственно дальше мы идем в update и нам нужно сделать интерактивность публикуем там внутри две переменные float число с плавающей запятой назовем ее h и присвоим ей сразу значение input input входящая система ввода input что это может быть мышка клавиатура все что угодно точка get access взять ось ставим скобочки закрываем строку и внутри get x запишем какую ось мы хотим использовать h это горизонтальная ось ставим кавычки и пишем хоризонтал unity таким образом поймет что мы используем горизонтальную ось это такое внутреннее unity понятие горизонтальной оси которая соответствует клавишам вверх и вниз на клавиатуре а также клавишам double и s как повторяющим но в большинстве игр вот так используется по умолчанию и точно так же мы создаем переменную float назовем ее v для вертикальной оси присвоим ей значение input входящая какая входящая после точки то есть сначала input входящая что входящая а что входящая не знаем значит нужно взять get взять ось axis вот такой синтаксис если вы уже писали скрипты на шарпе не смейтесь я пытаюсь это как могу объяснить каким-то понятным способом если люди это видят первый раз и пишем там вертикал это вертикальная ось горизонтальная это стрелочки вправо влево либо ad а вот вертикальная это вверх вниз vs ws все опубликовали две переменные числа с плавающей запятой и вот у нас здесь в параметрах есть direction и speed и это как раз числа с плавающей запятой так вот им то мы присвоим эти значения импута для того чтобы управлять персонажем значит нам нужно обращаться к аниматору поскольку там все вот это содержится аниматор точка поскольку мы к нему обращаемся set float то есть установить число если get это взять число то set установить set float и в скобочках пишем вот это название speed поскольку это название это стринг строка всегда пишется в кавычках speed и после запятой какое значение мы присваиваем то есть set float speed мы определили в каком названии мы поставим чему а теперь значение и поскольку у нас speed это вертикальная ось стрелочка вперед либо назад то есть персонаж будет двигаться вперед если мы нажмем кнопочку вперед вверх нажмем кнопочку вниз он будет двигаться назад ну стандартно как в играх просто ставим там V и и точно так же так закрываем строку вот так это должно быть и то же самое аниматор точка обращаемся к аниматору set float не трудно догадаться что это будет direction ну и соответственно после запятой вот он нам подсказывает public void set float это какое-то значение может быть число какое-то и после запятой float value величина ну и вот float value это у нас direction поворот направо налево значит стрелочка вправо влево либо A D на клавиатуре это соответствует горизонтальной оси значит ставим H вот это подставляем вот этот float подставляется вот сюда и таким образом для аниматора устанавливается значение для параметра direction вот оно H оно будет зависеть от того какие стрелочки мы нажимаем теперь сохраняем скрипт save он скомпилируется выбираем нашего персонажа корневой объект ищем где у нас этот скрипт лежит вот он персонаж контрол и перетаскиваем его просто на объект находящийся в сцене то есть если мы выделяем этот объект в сцене видим в инспекторе все компоненты и просто драгон друппом перетаскиваем скрипт сюда можно точно так же перетащить скрипт прямо непосредственно на объект он точно так же приатачится в виде компонента вот он персонаж контрол скрипт скрипт и здесь теперь то что связывает клавиатуру с вот этими параметрами для того чтобы мы могли управлять анимации теперь если мы запустим рантайм все запустили вот так я чуть-чуть подразверну чтобы видно было что происходит чуть-чуть это двинусь в сцене у меня камера я ее просто перетащил на объект она теперь прилинкована внутри майн камера просто прилинкована к персонажу поэтому здесь мы будем видеть его как будто он не двигается на самом деле он будет перемещаться теперь нажимаем стрелочку вперед так только не в сцене иначе будет перемещаться вью сюда щелкнули в гейм окошко теперь будет все работать вот сюда в окошко щелкнули нажимаем стрелочку вперед он бежит вперед сначала он идет а потом бежит нажимаем стрелочку вперед и вправо влево он меняет направление движения останавливается если отпускаем стрелочки нажимаем назад он двигается назад нажимаем назад и стрелочки он двигается назад в разных направлениях все простейшая интерактивность двойным щелчком можно зайти внутрь forward motion посмотреть что там происходит вот как смешиваются движения видно что как только я нажимаю на кнопочки вот вперед в сторону вправо влево назад вправо влево здесь просто не видно камера к нему приотачена все теперь мы вдохнули жизнь в персонажа он стал интерактивный и можно теперь наращивать как движение так и интерактивность в внизу в ост до и